Ну, вроде бы только я. Это Рафшан, я модератор по ЦУР-15, я из Туркменистана. Добро пожаловать, Рафшан. Спасибо. Спасибо за то, что вы представляете Туркменистан. А есть ли коллеги из Узбекистана? Ну, я надеюсь, что из Узбекистана хоть кто-то есть. Я из Узбекистана, но представляю здесь институт ЦАРЭС. Я сам сейчас в Ташкенте. Ага, у нас так много разных представителей. И, как вы знаете, Центральная Азия – это уникальный регион, когда мы говорим о морских экосистемах, о жизни под водой по сравнению с другими странами, у которых уже есть береговые линии, побережье океанов. И давайте мы начнем обсуждение. И мне хотелось бы понять, расскажите нам о морских экосистемах в ваших странах, те страны, которые присутствуют. Я слышала, что кто-то есть из Грузии. Когда мы слышим вот этот термин «жизнь под водой», морские экосистемы, скажите, что вы об этом думаете? Что приходит к вам на ум, когда мы говорим о морских экосистемах Грузии? Пожалуйста. Черное море, дельфины, рыбные хозяйства. Это по Грузии, это не по Армении. Извиняюсь, извиняюсь. Давайте здесь я напишу. Я здесь, я слушаю. Так, вам что приходит на ум? Черное море, дельфины, рыбные хозяйства. Хорошо. Хорошо. А другие страны, например, Казахстан, я слышала, что есть представитель из Казахстана. Он ранее себя обозначил. Что приходит на ум, когда мы говорим о морских экосистемах, жизнь под водой? Если не из Казахстана, то, пожалуйста, продолжайте. Ваше имя, пожалуйста. Экмагамбет Авселик. Экмагамбет Авселик. Представитель республики Казахстана, Бесполковник Международного фонда спасения арала. Если жизнь под водой, сразу на вскидку приходят орал, каспий, каспийский тюлень, осетровые на севере Каспия. Ну и реки питающие, эти моря. Волга, Урал, Амударья, Сырдарья. Да, и, кстати, богатые залежи углеводородов, нефти, газа. Те страны осуществляют их разведку и добычу, транспортировку. Спасибо. Спасибо. О, да. Пожалуйста, извините меня с названием. Мы можем корректировать это позже. Извиняюсь, если неправильные реки как-то пропишу, мы потом исправим ошибку. Итак, прекрасно, прекрасно. Очень хорошо, что есть разные мнения касательно использования воды. Получается, что вот использование воды разное. Например, используются воды для транспортировки углеводородов в Казахстане. И также есть представители Туркменистана и Узбекистана. Пожалуйста, кто-нибудь есть из Армении, Азербайджана, из Кыргызстана, Таджикистана? Кажется, они присоединились, когда мы начали это обсуждение. Скажите, что еще можно сказать, что приходит на ум, когда мы говорим о морских экосистемах, о жизни под водой? И мы завершим данное упражнение. Коллеги из Узбекистана, есть что сказать? Может быть, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан или Армения? У нас есть от Кыргызстана сообщение в чате. А, гидроэлектричество в Кыргызстане, да, это хорошо, это то, что приходит на ум, это очень важно. Гидроэнергетика, очень важно. А что-то еще? Наши коллеги из Узбекистана, опять же, в чате, рыбная промышленность и туризм. Рафшан из Туркменистана, правильно? Рафшан из Туркменистана, да? Хорошо, итак, рыбные хозяйства и туризм. Давайте вот просто посмотрим на такое разнообразие. Какие разные идеи приходят на ум, когда мы думаем о воде? Даже не важно, что вот это морские системы или экосистемы суши. Мы видим, что разные мнения приходят, когда мы говорим просто о воде. Конечно, рыбное хозяйство. И что важно еще для региона, это гидроэнергетика, потому что это источник электричества для ряда стран региона. И не только гидроэнергетика, но также мы здесь говорим о роли воды для производства нефти и газа. Я думаю, что для большинства стран это очень важные аспекты. И я думаю, что мы можем начать нашу дискуссию. Теперь мы понимаем, что для нас означает жизнь под водой. А теперь задумайтесь о том, как вы ранее ее описывали. Во время пандемии COVID-19, которая началась в прошлом году, в марте, скажите, что вы тогда думали о морских экосистемах и как COVID-19 повлияла на рыбное хозяйство, на нефтегазовую промышленность, на углеводороды, на туризм? Какое воздействие было со стороны COVID-19? Давайте послушаем наших коллег в части рыбного хозяйства. Потом мы послушаем коллегу из, может быть, Грузии. Представитель Грузии, вы хотели бы прокомментировать, как пандемия COVID-19 повлияла на рыбное хозяйство? Или на какие-то еще развития событий в Грузии? У меня нет конкретных примеров, но учитывая то, что очень долго все было закрыто, на карантине были работники. Были определенные ограничения по доступу к рабочему месту, и предприятия, конечно же, были под огромным воздействием. И, может быть, воздействие было не такое огромное, как на сектор гостеприимства в Грузии, но рыбные хозяйства также, конечно же, подверглись воздействию пандемии. Хорошо. Так, воздействие на отрасль гостеприимства в регионе Черного моря. А что насчет… Вот я хотела сейчас уже перейти к Равшену, к Туркменистану. Скажите, какое было воздействие на Туркменистан? Мы знаем, что Туркестан не такая открытая страна для туризма, как другие страны. Но как COVID-19 повлиял на местную туристическую отрасль в Туркменистане? На водный туризм или на прибрежный туризм? Ну, конечно же, я буду говорить в основном о международном туризме. Конечно же, COVID на него очень сильно повлиял, потому что были закрыты границы, были ограничения для туристов, включая международных туристов. Но при этом это оказало воздействие на развитие местного туризма, локального туризма, не только водного туризма, но также на медицинский туризм. То есть развитие получил внутренний туризм, включая медицинский. Но уже два года эта пандемия длится, и она начинает влиять и на местный туризм уже. К примеру, как минимум в Туркменистане, я знаю, что правительство наложило определенные ограничения на перемещение внутри страны даже. И это также повлияло на возможности для местных жителей. То есть сейчас у них меньше возможности получить доступ к внутреннему туризму, учитывая то, что Каспийское море – это самое любимое место для местных, но не только для местных. Это же морское побережье, и летом, конечно же, там очень приятно находиться. И правительству пришлось особые меры внедрять для организации мест массового отдыха для местных жителей в эти три месяца. И, конечно же, были очень серьезные ограничения, связанные с безопасностью из-за ковида и другие ограничения. Только вакцинированные люди могли получать доступ к туристическим объектам. То есть было много разных критериев и требований, которым необходимо было соответствовать, и которые нужно было соблюдать для того, чтобы получить доступ к туризму. Но в целом вот так повлияла пандемия и до сих пор оказывает влияние на туристическую отрасль, как международный туризм, так и внутренний туризм. Прекрасно, большое спасибо. Я к вам обязательно вернусь, а также к коллеге из Грузии, потому что позднее я хотела бы более подробно обсудить, очень подробно обсудить вопросы морских экосистем, как все это повлияло именно на жизнь под водой. Потому что, как я ранее говорила, мы понимаем уникальность, уникальность прибрежных районов в регионе. И хотелось бы послушать коллег из либо Казахстана, либо Кыргызстана, потому что вы говорили о гидроэнергетике и углеводородах, и как ковид повлиял на ваши, может быть, водные пути, то есть как ковид повлиял на водный сектор. А кто-нибудь хотел бы выступить от Казахстана или Кыргызстана или другие коллеги, которые присоединились к нам чуть позднее, из Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана также? Если можно. Было бы прекрасно послушать Узбекистан. Пожалуйста, да-да-да, представьтесь. Расскажите, кто вы, какая организация? Комитет Международного фонда спасения араба. Он уже выступал. В частности, что касается нашей организации, допустим, наша исполкома каждые три года, как меняется председательство, переезжает из страны в страну. Мы до этого были в Ашхабаде три года, теперь мы переехали в Таджикистан. Из-за пандемии мы больше года не могли открыться, офис открыть, ну как бы все пути закрыты. Жизнедеятельность во многом где-то остановилась. Поэтому с трехлетнего председательства год мы провели в таком заочном формате. Мы не работали в самом... Только-только сейчас начинаем встречи рабочих групп, реализация программ. То есть мы набираем обороты сейчас. Плюс, насколько я знаю, когда из-за пандемии очень много работников нефтегазовой сферы болели, предприятия закрывались на карантин, где-то снижалось производство. Может быть, это даже хорошо для экологии, но это факт, что такое происходило. Рада слышать о том, что мы установили связь между ковидом и деятельностью, мероприятиями в области водного сектора. И кто-то поднял еще руку. Искандер из Института Царес. Вы поднимали руку? И я хотел поговорить не о имени Узбекистана, но в прошлом году наша организация в конце года провела исследование по воздействию ковида на климат, экологию и экономику. И я присоединяюсь к словам коллег, когда они говорят о том, что экономические темпы замедлились во время ковида. И, к сожалению, это хорошо для экологии. Может быть, плохо для людей, но хорошо для экологии. И также мы увидели, что все-таки тенденция изменения климата продолжается в центральной Азбии, включая Узбекистан. Мы сталкиваемся с огромной засухой, дефицитом воды в определенные времена года. В 2021 году точно такая же тенденция. И это огромная угроза для окружающей среды. И, может быть, человеческая деятельность снизила обороты, но последствия изменения климата на экологию огромные. И это влияет на жизнь под водой, на морские экосистемы также. И также мы должны сказать, что сейчас объем воды увеличился. Это очень сильно удивляет. У нас есть проект ВОЖ, который проводится в странах Тарес, включая Узбекистан и Центральную Озию. И доступ к чистой воде улучшается. Но, к сожалению, во многих странах он еще ограничен. И это серьезная проблема. И также хотелось бы сказать о постковидном восстановлении. К сожалению, проблема заключается в том, что, как минимум в начале, у нас не такое уж сильное зеленое восстановление в Центральной Азии. Недостаточно зеленое. Поэтому нужно очень внимательно планировать восстановление экономики после ковида. Уровень потребления, уровень производства растут, и спрос на экологические ресурсы растут. Мы это обнаружили в нашем исследовании по изменению климата и зеленому восстановлению после ковида в странах Тарес. Очень-очень хорошие комментарии. Мы видели, ранее исполнительный секретарь отметил, и также наш региональный РСО-директор отметили, что мы не должны изолированно рассматривать вопросы. И обсуждение, как должно быть организовано. Даже если мы обсуждаем морские экосистемы, есть взаимосвязи и с другими ЦУР, включая изменения климата, включая шестою ЦУР, по воде и санитарии. Я хочу вернуться к нашей дискуссии, потому что мы сейчас обсуждаем морские экосистемы, жизнь под водой. Я знаю, что Туркменистан и Грузия говорили ранее о рыбном хозяйстве, учитывая то, что, наверное, на Черном море и на Каспийском море больше рыбного хозяйства ведется. И как ковид повлиял на сам сектор, на сектор рыбного хозяйства, а также на биоразнообразие. Мне просто интересно, потому что из-за закрытия границ, может быть, были закрыты какие-то рыбные хозяйства, может быть, не наблюдалось увеличение биоразнообразия рыб, может быть, не увеличивалась популяция рыб. Мне интересно, есть ли эта информация у вас? Слышали ли вы об этом, может быть? Спасибо. Говоря о популяции рыб, сложно оценить популяции, даже в обычное время. Я не говорю и о ковидной эре. Но что мы слышали от проектов, которые работают, например, против браконьерства, в регионе Черного моря. Проекты побоялись, что ситуация с ковидом увеличит количество случаев браконьерства, например, на лососевые. И поэтому вот так же говорилось, что вот в части морских систем ситуация с ковидом, может быть, повлияла положительно. Но, опять же, мое мнение не подкреплено научными данными, но, конечно же, было воздействие на людей, было воздействие на их средства к существованию. Потому что большие рыбные хозяйства, есть маленькие рыбные хозяйства, и есть маленькие лодки, которые просто ловят рыбу, продают ее на рынок. на них было отрицательное воздействие, потому что они не могли получить доступ к своим доходам, к средствам к существованию. Хорошо. Очень хорошо. Спасибо большое. И мы понимаем, что ковид в последний год разбушевался, и было недостаточно информации и данных. и учитывая проблемы с доступом, данные не собирались, чтобы оценить предковидную ситуацию и постковидную ситуацию в части популяции, например, рыб под водой. Но то, о чем вы сейчас рассказали, это ваши наблюдения, они очень полезны. Большое спасибо. Я не знаю, есть ли какие-то еще представители, например, Туркменистана, и хочу попросить Рафшена, прокомментировать у вас такой же опыт в Каспийском море в части водного хозяйства, жизни под водой. Вы что-то слышали, что стоило бы рассказать группе? Но, честно скажу, у меня нет особой информации по воздействию на рыбное хозяйство и на рыбу, но я верю, что пандемия повлияла на эту отрасль, как и на другие, включая, конечно же, малые бизнесы, предприятия. И я говорю как раз о предприятиях, которые добывают, продают рыбу, экспортируют. но вообще такое предположение есть, что рыбная отрасль подверглась влиянию ограничений, связанных с пандемией. Спасибо большое. Сейчас мы пытаемся вот эти ответы в кластеры распределить, и я думаю, что было бы хорошо все это учесть, потому что воздействие ковида не только распространяется на жизнь под водой, но и жизнь на воде, то есть экосистемы суши. И также очень хорошо было отметить то, что наверное, есть необходимость позднее, когда мы будем уже двигаться вперед и будем уже заниматься вопросами восстановления после ковида, было бы просто прекрасно оценить те вещи, по которым у нас еще нет информации, то есть те вопросы, по которым у нас нет ответа. Большое спасибо за то, что вы поделились вашим мнением и вашим восприятием воздействия пандемии, ковид, на жизнь не только под водой, но и вокруг всего этого. Будь то Каспийское море или Черное море или Аральское море в регионе, или также реки, крупные реки, которые есть в регионе. Сказав это, давайте сейчас уже подумаем не о последствиях, а о мерах, которые предпринимаются, может быть, правительством или частным сектором для того, чтобы устранить последствия ковида, которые вы раньше упомянули, а именно последствия ковида для морских экосистем. Предпринимаются ли какие-то меры в таких районах? Какие-то действия, пожалуйста, пожалуйста. Я хотела уточнить, я что-то услышала или мне показалось? Коллеги, доброе. Пожалуйста, представьтесь, назовите свою страну, организацию, если вы хотите что-то сказать. Может быть, какие-то меры, которые вы видите в разных секторах, направленные на воздействие последствий, которые мы только что обсудили в рамках водной деятельности либо жизни под водой. Пожалуйста. Какие-то действия? Например, мы говорили о доступности к рыбной деятельности из-за закрытия, зафиксированное количество браконьерства. То есть, какие действия были предприняты, например, по прибрежному туризму, то есть, как правительство пытается решить данную проблему, либо как-то, может быть, стимулировать местный туризм для того, чтобы как-то сократить воздействие последствий международного туризма, либо, например, засушливость, как она влияет на жизнь под водой, как отмечалось представителями стран Центральной Азии. Скажите, пожалуйста, какие-то действия предпринимались для того, чтобы устранить последствия, которые мы только что обсудили? Либо, может быть, сказать по-другому? Как вы думаете, что следует сделать для того, чтобы устранить это воздействие? Либо какое действие было предпринято, какие меры были предприняты, что можно было бы сделать для того, чтобы решить вот эту проблему, связанную с воздействием COVID-19? Я вижу руку поднятую, Искандар, пожалуйста. Большое спасибо. Одна вещь, которую вы сами уже упомянули, возможно, провести инвентаризацию, например, биоразнообразие, связанное с водными ресурсами, потому что в регионе Центральной Азии и в регионе Царес не такое большое водное биоразнообразие. Мой коллега Серик уже отметил, что большинство объемов воды используются для разных целей, и подводная жизнь очень маленькая, и надо ее защищать. Во-вторых, социальная защита. Нам нужно решать долговременные проблемы, такие как COVID-19. Мы не говорим о краткосрочном воздействии, мы говорим о восстановлении экономики, восстановлении потребления. Я думаю, что мы также должны попытаться переоценить наши достижения по целям устойчивого развития. Может быть, один-два года последние мы больше сосредотачивали свое внимание на защите людей. Может быть, сейчас самое время позаботиться о защите окружающей среды, в том числе жизни под водой. И национальные политики в этом контексте очень важны. И на региональном уровне предпринимаются консолидированные меры реагирования не только в области Торрес, но и для других вопросов. Я думаю, что данный процесс необходимо ускорить и подумать над тем, как мы эти инициативы можем финансировать. Это то, что я мог бы вам сказать. Хорошо, большое спасибо. Я думаю, что вы сказали почти все, что мы хотели сказать, и у нас осталась одна минута. Исходя из сложившейся дискуссии, я их обобщу и передам участника пленарной сессии. И если есть какой-то посыл, который вы хотели бы отметить за последние 30 секунд, прошу прощения, там что-то было сказано, и что-то тут увидела. Вера, это, кстати, не говорилось аквакультура. Вы начали говорить о воздействии на жизнь под водой, наверное, вы подумали об естественных водных потоках, но этот вопрос по аквакультуре мы могли бы более детально обстречить позже, потому что многие страны сейчас переходят к тому, чтобы реагировать на спрос на белок в плане рыбного белка. И я хочу теперь выразить благодарность всем за ваше активное участие. Те, кто хочет участвовать в Тур-15, остаются здесь, поэтому большое спасибо и желаю всем хорошего послеобеденного времени и увидимся во время пленарной сессии. Пожалуйста. Большое спасибо. И сейчас я передаю эту аудиторию моей коллеге Рошаду. И сейчас мы оказались в тематическом зале по ЦУР-15 и если вы хотите оказаться в ЦУР-15, вы можете перейти туда. Большое спасибо. Добрый день, Рошан. Решан Тивари из ПРООН выступает перед вами и очень приятно видеть, что вы будете модерировать эту сессию вместе со мной и я нуждаюсь в вашей помощи. Давайте посмотрим, что у нас получится. Я думаю, что ЦУР-14 преимущественно был охвачен нашими коллегами, но давайте начнем с вашего выступления. Большое спасибо, Бишуа, за ваше вступление, за то, что представили, чтобы обсудить ТУР-15, жизнь на земле, и позвольте мне сейчас отметить, я вижу, что к нам еще подключаются участники, и пока мы не начали, давайте уточним, на каком языке мне надо выступать. В зависимости от преобладающей аудитории, я могу переключиться на русский язык, если это предпочтительный способ, чтобы удобнее было обсуждать вопросы и обеспечивать обмен знаниями и взглядами. Да, я вижу широкую аудиторию, я не... Я думаю, что следует мне вкратце сделать обзор, особенно для тех, кто только что присоединился. Ну, минут пять, наверное, понадобится на все про все, чтобы представиться. Единственное, нам хотелось бы узнать, имеются ли представители всех стран, либо кого-то нет. Мы видим, что у нас 24 участника. Да, в интересах времени, тогда давайте, я пропущу эту часть введения, ознакомления для тех, кто хочет представиться. Можно использовать нашу вкладку чата для того, чтобы представиться, какую страну вы представляете, чем вы занимаетесь и так далее. Давайте сразу перейдем к обсуждению ЦУР-15, которое касается жизни на земле. Я буду выступать на английском языке, но если мне понадобится, я могу переключиться и на русский, в том случае, если будет удобнее фасилитировать нашу встречу. ЦУР-15, жизнь на земле, говоря вкратце об этом ЦУР, он охватывает такие важные вопросы, такие как биологическое разнообразие, флора, фауна, природные ресурсы, а также ландшафты, экосистемы. То есть, то, о чем мы будем говорить сегодня, непосредственно связано с сохранением биологического разнообразия и экосистем. Давайте я тогда быстро переключусь к нашим вопросам, которые мы должны обсудить сегодня. Первый направляющий вопрос звучит следующим образом. Вопросы, которые касаются ЦУР-15, жизни на земле, насколько они актуализированы в политические меры, стратегии, особенно в свете воздействия COVID-19 и были ли интегрированы меры реагирования в политические и стратегические инструменты. То есть, мы пытаемся понять, как COVID-19 повлиял на вопросы, связанные с сохранением биологического разнообразия, экосистем и, может быть, на деятельность ООПТ, защиту природных ресурсов и так далее. Позвольте мне сейчас представить возможность каждому из вас высказаться. Может быть, вы стали свидетелем того, что ваша страна либо правительство вашей страны приняли какие-то конкретные меры для того, чтобы обеспечить либо даже смягчить воздействие COVID-19 на соответствующие планы и стратегии. Например, сохранение биоразнообразия, либо планы действия, либо программы, связанные с борьбой с опустыниванием, либо правительственные планы и стратегии по управлению охраняемыми природными территориями или системами и так далее. Поэтому, пожалуйста, желающие можете высказываться. Пожалуйста, вы можете включить свой микрофон либо воспользоваться функцией «Поднять руку». Позвольте мне включиться. Роф Шен задал нам, в общем-то, два вопроса. Первый вопрос – как COVID-19 повлиял на земельные ресурсы, на лесные ресурсы и разные виды животных и растений. И второй вопрос – в ходе мер восстановления были ли предпринятые меры по защите березнообразия лесных ресурсов учтены? Пожалуйста. Наверное, следует повторить эти вопросы на русском языке. речь идет о воздействии на жизнь на земле и как правительство данную проблему пытается решить. мы услышали во время сессии по ЦУР-14 в самом начале действие может оказать положительный эффект на окружающую среду, на загрязнение воздуха, сокращение загрязненности, сокращение человеческой мобильности, меньше транспортных средств ездят по дороге. Это значит меньше загрязнение, меньше выбросов СО2 и в каком-то смысле произошло очищение воздуха, но это явление является временным. Поэтому мы говорим о том, что в целом на жизни на земле оказывается негативное воздействие. И что касается Юго-Восточной Азии, мы слышали о том, что имели место определенные действия со стороны правительства, потому что они были нацелены на первостепенные меры восстановления, например, образования и здравоохранения. И в этом смысле меньше внимания было уделено защите лесных ресурсов. Также, как и на Филиппинах, мы оказались в такой ситуации, что даже во время COVID-19 имела место деградация лесов. То есть аналогичным образом, например, в ходе презентации мы слышали об экотуризме, который также сильно пострадал. И экотуризм в целом стал популярным в сельских районах, в деревьях, но они тоже сильно пострадали. Это то, что мы слышали из уроков прошлого. Давайте тогда начнем с воздействия. И хотелось бы узнать, какие меры политики были предприняты правительством для того, чтобы это воздействие смягчить либо устранить. Пожалуйста. Коллеги, пожалуйста, если кто хочет высказаться относительно мер и действий, которые правительства ваших стран предприняли с точки зрения снижения негативного воздействия COVID-19 на вопросы сохранения биологического разнообразия, экосистем, борьбы с опустыниванием. Плюс, конечно, я бы хотел отметить еще один фактор, что, конечно, в дополнение к глобальной пандемии и его последствиям, в частности, я могу сказать по Центральный Азиатский регион и Туркменистан в частности, последний год также он выдался очень засушливым, что, естественно, добавило, так скажем, своих минусов с точки зрения, так скажем, сохранения биологического разнообразия, ухудшились вопросы с точки зрения опустынивания и так далее, и так далее. Я смотрю, что здесь поднятая рука, пожалуйста. Ассоция практикующих экологов, пожалуйста. Ваш микрофон выключен. микрофон, у вас не включается микрофон? Пожалуйста, вам нужно включить свой микрофон. I think muted now, so we cannot hear. микрофон, но мы вас не слышим. It says that the settings do not allow unmuting. Who is in charge of the settings? Так, кто отвечает за настройки? Тут написано, что не получается включить микрофон. Валентин? We can hear you. Мы вас слышим. Пожалуйста, вы можете говорить. spin cells in order to speak, because it's not allowed by the settings. We allow to we allow to speak. А, окей. Так, мы им разрешили. Попробуйте еще раз включить. Сейчас вы должны включить свой микрофон. Пожалуйста. Да, они пишут, что не могут. Может быть, кто-то другой может пока выступить, пока эта проблема не решена. Я уже в предыдущей сессии выступал. И я думаю, что COVID-19 принес за собой очень интересные тренды с точки зрения защиты окружающей среды, биоразнообразия. Конечно же, в первую очередь все меры были направлены на медицину, на социальную защиту, но в то же время мы понимаем, что COVID-19 принес и такие вопросы связаны с окружающей средой, например, загрязнение окружающего воздуха. Я думаю, что это проблема номер один для крупных городов в Ташкент, Бишке, Калматы и другие, где здоровье людей зависит от качества воздуха. Это первый тренд. И второй тренд, который я наблюдал, по крайней мере, в Центральной Азии, это рубка деревьев при строительстве новых объектов. Это большая проблема. И многие правительства во время периода карантина издали несколько указов о защите деревьев и посадке деревьев, по крайней мере, в Узбекистане, Казахстане. мы наблюдали и такой тренд. Что еще можно было бы упомянуть? Это то, что страны начали задумываться о качестве жизни во время COVID-19. Речь идет не только о медицинских услугах, но и о качестве окружающей среды. И последнее, с чем я согласен из высказываний Рофшана, это серьезный вопрос для Центральной Азии, который связан с опустыниванием, дефицитом водных ресурсов, доступ к воде. Я думаю, что это станет уникальным вопросом для Центральной Азии особенно. Изменение климата влечет за собой очень много сюрпризов, таких как засуха. И я считаю, что это те изменения, которые имеют место в свете COVID-19. И несмотря на его появление, я думаю, что ухудшается социальная защита, и мы должны быть готовы к более качественной защите людей от таких встречальных событий. Что касается усилий правительства, они имеют место быть, но они недостаточно. Я бы сказал, что в какой-то мере вопросы окружающей среды намеренно игнорировались по весу огня. И люди должны активно участвовать в этом процессе. Это мои наблюдения. Большое спасибо. Говоря откровенно, я не из этого региона, но я вижу, что предпринимаются определенные действия. Например, в Армении были предприняты соответствующие меры по защите социально-экономическое развитие от COVID-19. Я думаю, что это очень важно, потому что это помогает развивать, например, лесные хозяйства, верообразие и создают рабочие места. Например, разрабатываются и пакеты восстановления, которые способствуют производству эко-чистых продуктов. Например, в Узбекистане были определены несколько областей восстановления от COVID-19, в том числе президент Узбекистана поручил разработать соответствующую промышленную политику, которая включает энергоэффективность, которая тоже актуальна для проблемы изменения климата, потому что изменение климата сильно сказывается на обе разнообразии. В литературе мы видим, что правительство принимает очень много действий в странах Центральной Азии. Я думаю, что это хороший признак. Позвольте мне также добавить, что в Туркменистане несмотря на текущую пандемию, правительство Туркменистана не прекращало практику посадки деревьев в национальном масштабе. То есть, каждый год правительство Туркменистана поощряет эту инициативу посадки нескольких миллионов деревьев по всей стране, в том числе. Я думаю, что на мой взгляд кажется очень хорошим знаком и инструментом правительства ВИД-19 в плане сохранения биоразнообразия и управления экосистемами. Пожалуйста, кто еще готов высказаться? Мне кажется, проблема включения микрофонов еще не решена. По-моему, еще никто не может включить свои микрофоны из-за особого статуса, насколько я понял. Только хост либо организатор может выступать. Они могут выступать. Наверное, микрофон будет мутен от их сзади. Мы открыли. Ассоциация экологов. Вы здесь сможете говорить? Вас перевели в статус организаторов? Если вы можете попробовать включить микрофон и высказаться. Я не вижу они disappeared. Может, они имеют технику issue с их устройство не не . не мутен мутен И, может, вы можете предложить примеры хорошей практики, которые можно тиражировать в вашей стране, либо в контексте региона. Пожалуйста, если у вас есть конкретные рекомендации, советы, которыми вы готовы поделиться, какие инструменты можно реализовать для того, чтобы смягчить последствия COVID-19 и стимулировать восстановление. Я вижу, что Ассоциация практикующих экологов вернулась. Добрый день, уважаемые участники. Я извиняюсь, я не могу включить видео. Меня слышно, да? Да, я вас слышу хорошо, спасибо. Отлично. Спасибо организаторам за приглашение. Добрый день, уважаемые участники. Я представляю Ассоциацию практикующих экологов. Мы находимся в Казахстане. Это Союз профессиональных экологов. И мы присоединились к этой сессии, потому что в настоящее время столкнулись с проблемой. В столице Казахстана. Может быть, вы об этом слышали. Во время пандемии мы столкнулись с такой проблемой, что строительные компании стали очень активными. Почти все виды деятельности были запрещены, за исключением промышленных предприятий и строительства. И во время пандемии была проблема с вырубкой деревьев, незаконной вырубкой деревьев и также строительством. Особенно в столице Казахстана началось осушение озера. Это озеро, которое существовало на карте с 1913 года. То есть это естественное озеро. И для того, чтобы купить эту землю по более низкой цене, строительные компании начали осушать это озеро. И пандемия, я бы сказала, ускорила эти незаконные действия, которые идут во вред природе. То есть мы до сих пор пытаемся эту проблему решить. Было написано письмо на имя президента Казахстана, и это связано напрямую с ЦУР-15 и другими ЦУР, связанными с жизнью в воде. Мы обращаемся к каждому участнику данной сессии уделить пристальное внимание этому вопросу в Казахстане. В Казахстане была создана специальная страничка, которая называется «Сос Талдеколь», потому что озеро называется Талдеколь. Это естественное озеро, и, возможно, в Инстаграме вы увидите страничку, вы сможете увидеть все видео, фото, которые были сняты на месте. Это против ЦУР-15, это против наших международных соглашений. И мы обращаемся к каждому, кто сегодня участвует, участвовать в защите нашего озера. И с учетом этого мы пытаемся интегрировать ЦУР в правительственные планы. Например, в области строительства мы обнаружили, что наше правительство оценивает, проводит оценку работу мэров, либо акимов, на основе построенного жилья в квадратных метрах. При этом не учитывая, где данное жилье было построено, как это было построено. То есть это проблема на правительственном уровне. Поэтому, что касается рекомендаций, мы бы рекомендовали другим странам Центральной Азии пересмотреть свои KPI, показатели эффективности на уровне правительства, по работе акимов, мэров, хокимов и включить в оценку деятельности ЦУР, ЦУР, которые касаются окружающей среды. Сейчас мы представляем небольшую группу профессионалов, граждан Казахстана, которые пытаются сберечь это озеро. Но, несмотря на все наши усилия, мы видим, что до сих пор работа продолжается по его засыпке. И эту платформу мы хотели бы использовать для того, чтобы обратиться к вам за помощью и сберечь озеро в столице Казахстана. Большое спасибо за ваш вклад. Мы приняли к сведению. Пожалуйста, кто готов еще поделиться своими рекомендациями о том, как укрепить работу на страновом уровне по защите березнообразия, по управлению экосистемами, защите окружающей среды, очищению окружающего воздуха и так далее. Пожалуйста. Спасибо. Если вы испытываете технические глища с вашими микрофонами, вы можете использовать эту чат-бокс для того, чтобы выиграть вашу виду. Есть хорошие примеры из ваших стран? Я имею в виду 9 страны, я думаю, что вы можете подчеркнуть, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, на экосистем, в том числе, на развитие обыгрышения, на территорию области, и наше развитие оборудования, наше развитие оборудования? Вы можете подчеркнуть к примеру, что они, во время поддержки рекордации, они также также включили, включили, включили и включили, определенные, имеющиеся в том числе, наше развитие, protection or maybe they have revised biodiversity strategy and action plans we can give an example if you don't mind yes please yes so uh it is not really related to the pandemic but it is in general a good practice so if you maybe uh if you are aware in 2015 we have a mass killing of saiga in kazakhstan uh that was a catastrophic situation actually uh and after that our government with the help of the association of uh biodiversity conservation of kazakhstan they uh implemented um they for be like they um for they have forbidden um to the shooters hunters uh to hunt uh on the animals on the birds during uh spring so uh also they um forbidden they have forbidden uh hunting to saiga uh so uh like implementing these measures we found out that this year the population of saiga have uh been um like um it is uh on this at the same amount as it was in 2015 and this year it is more than uh it was in 2015 so this kind of measures from the government side uh it uh uh it gives positive impact so it is in general not really related to the pandemic but it is in general it plays a great role actually so um it is very important for the governmental organization to to uh recommendation given by okay thank you thank you very much большое спасибо и сейчас я передаю слово госпожа людмиле кектенко пожалуйста пожалуйста включите с вами микрофон если позволите я с точки зрения возможности выполнения любых экологических программ стратегий я приведу пример латинской америки где 14 стран они смогли совместно написать проект в зеленый климатический фонд называется regional readiness этот проект позволил странам привлечь 3 миллиона на трансфер технологии и проработать начать прорабатывать такую совместную систему по электрическому транспорту во всем регионе то есть естественно с зарядками пересечением границ с общими какими-то правилами и т.д. и т.п. и естественно вся эта система она абсолютно четко учитывает изучает environmental social safeguards и конечно же вопрос гендера вот я считаю что для нашего региона тоже что очень важно было бы все таки сесть и не просто разговаривать обмениваться информации опытом знаниями это очень важно но тем не менее мы должны уже начать практиковать написание вот таких инвестиционных заявок совместных по которым договариваются страны сейчас пока еще таких примеров и не знаем особенно вокруг вопросов которые способствуют ну ну предпринять высадка лесов и проекта они кстати по праве партнершей могут быть абсолютно привлекательны вот хотел этот пример привести и сказать о необходимости таких усилий все спасибо спасибо большое людмила вот кстати вот пример по сайге мне принципе вот как бы такую мне идею подал что в принципе очень важно наверное обратить внимание на работу природоохранных территорий то есть усилить именно их работу с точки зрения сохранения биологического разнообразия флора и фауна именно в контексте так скажем так скажем тех дополнительных ограничений которые создались вследствие так скажем вот этой глобальной пандемии и у меня такое ощущение что наверное не так много стран которые так скажем приняли соответствующие поправки свои национальные стратегии планы действий по работе природоохранных территорий именно с этим учетом Людмила у вас рука поднята это старая рука или вы еще раз хотите сказать все это старая рука все это старая рука у нас осталась одна минута прежде чем завяжется наше сессионное обсуждение хочу выразить благодарность всем за вклад за то что поделились своими взглядами мы обязательно отчитаемся во время пленарной сессии о тех результатах которые мы обсудили по вопросу воздействия COVID-19 на жизнь на земле и какие рекомендации мы предлагаем по странам с учетом с учетом интенсификации укрепления усиления внутри страновой и региональной работы по защите окружающей среды и по защите биоразнообразия бишва вы хотите что добавить прежде чем мы завершим здесь спасибо большое ровшен спасибо за то что вы были хорошим фасилитатором данной сессии многие страны не высказывались но я хочу сказать что если у вас есть предложение вы можете написать нам в эскатто но хотелось бы узнать намного больше о каких-то страновых примерах хороших практиках которые вы могли бы добавить в наш отчет это было бы замечательно я слышал пару раз от царес а также ассоциации практикующих экологов если есть какие-то примеры хорошей работы которые вы проделали начинаете в центральной Азии это замечательно и я думаю что это можно было бы повторить и в других странах поэтому с одной стороны это определенная реклама которая позволила бы нам показать себя это все будет обязательно включено в отчет большое спасибо коллеги Ровшан за ваш вклад мы высоко оцениваем то что вы делаете большое спасибо и на этом я выражаю благодарность всем обращаюсь ко всем нам приглашаю всех вернуться в основной зал